здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас нам на моем канале а извините за такой большой перерыв между выпусками видео я переезжала в таиланд и вот сейчас я переехала слава богу мне единственное конечно пока еще полностью не настроилась но зато бусики своей коронные на дело поэтому все почти все на месте сегодняшняя наша боль гостья алена шишкова а я спросила вас кого вы хотите разобрать больше всего запросов было именно на нее и мне тоже было интересно что же было между ней и тимати вообще и вообще ну вот эта вся история которая я я особо не была в теме да но сейчас я немного вникла и сейчас мы по невербальным сигналом тела разберемся кто это такая а и что она думает о тимати павле дурове и так далее кроме того в конце я немножечко позволю себе астрологически залезть в эту ситуацию и разобраться с этой точки зрения потому что ситуация довольно интересная и наверняка встречалась и у вас у многих из вас вы были или участниками подобных историй либо вы видели со стороны такие истории поэтому располагайтесь поудобнее и мы начнем итак первый фрагмент по невербальным сигналом тела что я подметила по ее поведению ну так называемая базовая линия поведения давайте сначала пройдемся как мы это любим делать это сигналы тела где она пытается чего-то избежать что-то от себя оттолкнуть таких сигналов тела у нее несколько поэтому несколько фрагментов будет на эту тему и первый сигнал давайте смотреть он улетел в сентропе он каждый раз там отмечал день рождения и я должна была тоже позднее прилететь видите вот эти вот пиночки это то что она часто делает так я кажется перекрываю собой и в итоге что-то как-то я себя чувствовал не очень хорошо и видите отвращение печаль челюсть низко здесь действительно мы ей верим рук сказал сделать тест две полоски у меня случилась паническая атака я думаю господи что с этим делать мне лететь нужно и как мы вообще об этом сказать видите как успокаивает одну руку другой я ему позвонила я помню до сих пор этот момент я вышла на балкон тряслись руки и вот здесь вот шея сзади мы с вами прекрасно знаем что это за жест это жест значащий груз ответственности да и естественно я как мать четверых детей я прекрасно понимаю что каждый раз когда женщина беременеет это ну страшный стресс на 1 на первом этапе это конечно очень страшно потом ты в это втягиваешься потом ты от этого радуешься и кайфуешь но сначала это конечно стресс поэтому здесь я ее прекрасно понимаю не идем далее беременна чуть короче начала мямлить это было так стыдно ужасно неловко было жутко страшно вообще об говорите видите здесь она показывает страх шире открывает глаза я и тоже верю я никогда в жизни не делал аборт и считаю что так нельзя поступать я помню что в любом случае урожать видите округлила глаза отклонилась испуг отвращения то есть то тоже верю момента восхищение смотрел на более худых девушек просто на нее посмотрел на в тот момент тараканы в моей голове немножечко меня сбили с толку видите пиночки пиночки самое главное вот в этом фрагменте это то что она пинает когда но и по получше еще почему-то в последнее время я не могу подобрать для себя идеальный фильтр там по моим ощущениям что они конечно так тепло общаются как симон общается со мной не знаю с чем это связано может просто потому что они редко видятся но ты с ней достаточно близко вот это но в итоге я потом еще зачем-то начало судиться за бренд потом думаю нет ладно зачем нет все надо и в итоге и писала на неё есть то есть первый сигнал тела который мы прослеживаем в течение всего интервью это пинок на то что ей не нравится она пытается оттолкнуть от себя и это нормальный сигнал тела по которому мы определяем насколько человеку некомфортно обсуждать эту тему да насколько человек хочет от оттолкнуть от себя эту тему а следующий сигнал тела который говорит нам о том что человек хочет прекратить общение сейчас давайте посмотрим то есть булимия это освободиться от еды анорексия это ограничить себя начала у меня было бы лимина а я просто уточню несколько лет видите сначала вот так вот закрывается рукой и от отодвигает на вернее как бы снимает числе лопуст на родов я обычно закат это сигнал того что человек пытается уйти с неприятной темы пытается завершить разговор а зала себе руку обязательно без масла без заправки вообще просто без всего просто ели заказывала выставляет локоть снимает часы опять табаско пару капель табаско рукула все так вот сидишь весь вечер до следующий сигнал тела но мы сейчас пройдемся просто по сигналам тела а потом будем уже выяснять и выводить на чистую воду поэтому следите внимательно до следующий сигнал тела потом пришла к выводу что мне тяжело жить с артистом я как-то до него не может не дотягиваю то есть я на тот момент была еще совсем юна и на близких не дотягиваешь спаши это когда ты дуровым рядом оказывается даже не было такого ощущения что ты не дотягиваешь хотя уж его масштаб он как-то всегда очень глубоко мыслит а я на тот момент более поверхностно мыслила ты еще хочешь детей да конечно еще мечтаю ребенке как выглядит твой идеальный день ну а ребенке она не очень мечтает если вот здесь я и не верю потому что отсаживается человек тогда когда ему некомфортно говорить о какой-то теме ну то есть это все сигналы 1 ну скажем одного поля ягоды одни сигналы тела и пинок и снимание часов да и отсаживание это попытка избежать и сейчас давайте теперь уже во все оружие проследив за ее базовыми сигналами тела да теперь выясним что же такое она испытывала к тимати что их связывала вот это вот самое главное что меня заинтересовало вообще во всем интервью а ну и давайте внимательно наблюдать я заметила 7 сигналов тела и 7 ну не совсем не не только сигналов тела но 7 признаков того что их ничего по сути не связывает давайте смотрим когда-то тебя спросили про идеал мужчины и ты назвала своего бывшего партнера отца своего ребенка тимати ты сказал что он настоящий мужчина яркий харизматичный ты до сих пор так считаешь люди а все-таки сейчас какой-то другой идеал мужчины появился я сейчас поняла что мне нет идеала мужчины что я могу сказать про тима хороший человек и первое что она сказала она просто обесценила то что говорила ранее а тем самым она сказала что на сегодняшний день он не является моим идеалом и сейчас ну вместе с обесцениванием этой в этом высказыванием она обесценила и роль этого человека в ее жизни но как бы у меня нет никого да кто кто был бы идеалом и ну как бы она просто съехала с разговора и дала понять что ну как бы сейчас она так ну скажем не не восторжена и не не идеализирует этого человека далее давайте хорош папа видите описывает его общими фразами это тоже признак того что но она уже как бы обезличила его он для нее не является личностью а ну скажем так глобальном понимании да когда человек представляет какую-то ценность мы его наделяем более душевными качествами мы о нем говорим с большей теплотой а здесь эти фразы во первых общее во вторых очень сложно подбирает слова паузы перед каждым аргументом каждый аргумент четко выверяет то есть это мне дает сигнал говорит о том что она о нем будет говорить либо хорошо либо ничего да ну и это признак для меня что ну как бы вот эмоционально она к нему ничего не испытывает и в общем то заглянув в их космограммы я поняла что это действительно понятно ну мы с вами посмотрим это потом я тут опечаталась немножко голова к плечу не знаю вот смотрите вот говорит и как бы не знаю сомневается сомневается и поджимает подбородок при этом видите вот ответственный умный ответственный умный да и ну то есть вот все это она проговаривает но она не уверена в этом здесь причины может быть ну по крайней мере я вижу две либо она очень сильно на него разозлилась за что-то либо у нее сейчас есть какие-то отношения и она не хочет делать больно тому партнеру с которым она сейчас находится в отношениях ну кстати набросайте мне причины почему вот это вот вся холодность происходит ну для меня как-то немножечко непонятно это дальше смотрите когда она описывает то как у них происходя произошла встреча она держит себя получается одну руку держит другой да это замок так на ну она в замке все равно держит руки руки и обратите внимание какие пальцы держит держит палец руководство дисциплина и слава то есть держит как бы это все под контролем до удерживает и это иллюстрирует то что для нее этот человек как бы понимаете вот что он для нее представлен что он представляет из себя для нее а там были все очень яркие эффектные красивые девочки но запомнилась ты потому что отказалась раздеваться то есть все таки внешность не всегда самое главное красивых на много да просто была ситуация у него здесь я действительно приятно она даже заулыбалась что редко она она вообще вот знаете такое ощущение что абсолютно без эмоциональный человек но это неправда на самом деле там очень много сигналов тела было невзирая на то что она очень мало жестикулировала мало эмоций показывала но все это видно все равно и вот то что действительно она его этим зацепила ей это приятно это еще можно сказать один ну косвенный признак до что ей нравится то что она произвела на него впечатление что она смогла его так зацепить выступление вечером в каком-то клубе я естественно решила не идти поцеловал но вообще конечно естественно решила не уйти но то есть для нее это естественно не идти и тут ее понять можно да она действительно не тусовщица возможно но как то вот странно да что когда она описывает встречу с тем кого она полюбила да ну предположим если бы она его полюбила и по любви действительно все у них было бы то она бы это рассказывала как-то более восторженно да но здесь получается очень монотонно и естественно я не хотела идти ну то есть вот как то так у меня я растерялась и а он ее поцеловал она растерялась ну вот как то так знаете такое ощущение что ее просто взяли и повели куда-то да вот ну то есть вообще вот никакого участия ни в чем она не принимала с утра мне приходит сообщение вот я тут кого-то вчера на ночь целовала и смотрите она замирает и с испугом это рассказывает видите глаза расширились с испугом с презрение даже вот кстати она односторонняя такая улыбка с отвращением немного ну то есть вот все сигналы тела говорят о том что он ей не понравился но есть но ей было приятно то что она его зацепила и самое главное вот уже вишенка на торте и мы стали с ним так общаться видите вот этот сигнал тела вот это груз ответственности мы начали с ним общаться и я и я взяла на себя эту ответственность вот эти все сигналы тела мне лично сказали о том что с ее стороны никакой симпатии а что же на самом деле произошло почему она с ним вообще сошлась и да и кстати она там рассказывала про то что она не не хотела давать ему телефон сказала что он разрядился потом оказалось что они уже поцеловались ну то есть как-то непонятно все произошло откуда он взял этот телефон как он ей позвонил в общем ну там что-то путано путано но тем не менее в общем она ничего не хотела и тело ее тоже подтверждает что она ничего особо с ним не хотела он и не впечатлил но идем дальше почему же все таки она с ним стала вот как-то иметь как почему же все таки эти отношения появились у них давайте смотреть а ты его немножко вам уже его чуть-чуть на я конечно ревновала там было очень много красивых девчонок а ты прям сразу влюбилась или это какое-то заняло время нет не сразу на тот момент вообще были отношения просто был очень молодой человек я поняла что вот на фоне тимура он теряет я даже не знаю кто там не потерялся на фоне тимура я поняла насколько он интересен мне хочется идти дальше с человеком от которого ты можешь что-то получить ну вот это ключевые слова на самом деле и обратите внимание она выставила большой палец когда она сравнивала получается вот того парня который в общем-то ничего из себя не представлял молодой и так далее а тут пришел человек который сделает ее эго более значимым более заметным понимаете здесь пошло эго и дальше уже она оговорилась такая оговорочка от того ничего не получить а от этого можно получить все дальше она уже пошла оправдываться ну вот это вот все таки оговорочка действительно она в тему потому что но давайте досмотрим и да вот то есть выставила большой палец ру руку поддерживает другой рукой вот смотрите выставила еще указательный и палец дисциплины то есть для нее это прекрасная возможность продвинуться продвинуть свое эго вот что показывает ее ну как бы вот бессознательно она показывает и еще и добавляет слова но потом смотрите как она пытается это вырулить чтобы мы не заподозрили чуть не в плане финансов естественно плане интеллектуальных каких-то что плохого получить что-то в плане ну насчет интеллектуально интеллектуального получения от него как чего-то так можно было пойти в какой-то вуз или в школы в школах получают интеллект а тут как бы не совсем она об этом стала говорить действительно что она хотела получить это продвижение своего эго нежели ну вот ей ей было нужно продвижение вот вот что ради чего она стала с ним общаться он не произвел на нее впечатление на ну вот так вот и кстати ну заранее я прошу прощения если я кого-то сейчас разочаровываю но как бы из песни слов не выбросишь и язык тела и оговорки говорят сами за себя поэтому тут это это не я придумала а кроме того я посмотрела что их связывает астрологически но в конце я вам обязательно покажу танцевать своего мужчины я никогда у него денег не просил видите потирает руки голова к плечу но действительно и не надо просить нам и потом когда я жила я же сама себе квартиру снимала ну знаете денег просить в общем-то и не надо он я думаю ей и помогал и помогает и будет помогать потому что их уже связывает общий ребенок кроме того как мы уже поняли это медийность которую ну она рассчитывала от него получить подарки решение определенных вопросов кроме того там прозвучало то с чем он к ней подошел он предложил и его там вот эти black star спортивные костюмы да так что спортивный костюм в конце концов она от него получила шучу конечно надо но но тем не менее про спортивный костюм я не знала и узнала от нее из этого интервью поэтому что что делать но как бы спортивный костюм тоже получен вот пожалуйста на баланс плюсик поставьте надо и денег не просила при этом голова к плечу как бы не просила но я думаю что вопросы он все решал решает и будет решать поэтому здесь как бы это так знаете сказать сказала конечно что да может и не просила но мы девочки знаем как это делается и не не надо нам тут рассказывать такие вот сказки про то что все абсолютно по любви и и так далее то есть вот любви я здесь совершенно никакой не вижу я вижу что девочка не глупая все в порядке как бы увидела перспективного мужчину и решила что это действительно то что надо вот и все я ее не осуждаю я ни в коем случае не не даю оценку тому что я вижу вернее стараюсь не давать оценку но просто вот что вижу то вижу то и говорю а дальше теперь что по поводу ну почему же они все-таки расстались да а тоже интересный вопрос давайте посмотрим он как-то сюда очень глубоко мыслит а я на тот момент будет видите а локти в стороны ну подожди глубоко мыслит ведь а интеллектуально как раз вот именно прозвучало что интеллектуально хотела получить от него а теперь получается что слишком глубоко мыслит вот вот уже противоречия да там много вот этих мелких противоречий которые вы найдете в этом интервью но это одно из них да то есть все-таки интеллектуально хотела от него получить а глубину мыслей не захотела углубляться но естественно да при этом отвращение направляет пальцы вниз то есть ей это неинтересно не интересно и ладонями еще и от вот так вот отталкивает то есть есть совершенно это глубина мыслей не интересно для поверхностно мыслила и я не понимала его то есть вообще о чем он говорит на разной волне что ли были я не знаю как это объяснить нет я понимаю чем про прощение голова к плечу плечи поднимать то есть много неуверенности она и сейчас его не понимают она и сейчас он он они абсолютно чужие люди понимаете решта и разница возрасте в статусе и в материальном положении но он всегда очень нравился девушкам у него еще такое еще ревновала постоянно и голова к плечу изобразила печаль как бы нет не ревновала она но просто так подыгрывала может быть и сейчас вот она схватила эту тему до что вот я ревновала да но как бы на самом деле но не верю я не ревновала она и не не боролась не он ей вообще никак не интересен просто вот и все в итоге я просто брала вещи не переехал хотя совершенно ты не его типаж внешним таких знаменых брюнеток любит и ты такая нордическая блондинка но с большим энтузиазмом она конечно же рассказывает о павле дурове с которым тоже у нее был но как бы тоже не было ну как по ее словам ничего не было но они вместе ездили куда-то да и там около эйфелевой башни фотографировались и она там комментировала что все сложно оказывается ничего не было оказывается это была шутка но давайте посмотрим на правда ли это была шутка да и разберемся и с ним заодно да то есть судя по невербальным сигналом тела о том что она говорит о том как она говорит я вообще абсолютно не верю в их роман и в их какие-то близкие отношения ну просто получилось так что люди сошлись на определенных интересах она молодая красивая он богатый известный да и вот как-то получается вот на этом они сошлись получился ребенок слава богу теперь по поводу дурова что там но мне написал паша дура вконтакте что обаяние 1000 из 100 и выложил к себе это видео я думаю господи зачем ну и соответственно люди еще больше стали смотреть у него на странице видите отсаживается мы это этот сигнал тела мы с вами знаем с этот ролик еще больше не писать нам потом как-то все из негатива позитив ушло и ну паша всегда нестандартно мыслим ну да и эти волосы поправила это сама презентация посмотрела вниз знаете стыд такой немножечко давай с ним и познакомились нам с ним а кстати может быть она за что-то стыдится относительно него а там у них один показатель который вот действительно она видимо что-то в нем не не принимает вот что-то в социальном смысле у них коса на камень нашла вот и возможно вот это папа роль то что она поправила волосы посмотрела вниз это это как раз и есть признак того что социально в чем-то она его не принимает не знаю что это там за история кстати расскажите вы мне я когда к вам обращаюсь вы мне в комментарии рассказываете столько подробностей обычно многие из вас наверняка в курсе или кто-то из вас в курсе вообще что что их ну вот в социальном смысле их что-то разъединяет очень сильно и в данном случае я вижу что она в какой-то степени даже осуждает его не могу предположить даже и догадки строить не буду возможно что кто-то из вас в комментарии мне это подскажет туда и познакомились он мне написал и по сей день общаемся он очень хороший человек видите с печалькой с такой это рассказывает ну как бы тут тоже что-то непонятно ну то есть получается что это общение вызывает в ней печаль почему же это интересно мы с ним путешествовали часто но естественно как друзья в сми писали естественно как друзья вообще ничего не было потому что вас были отношения нет у нас не было никуда отношений мы с ним ну головой качает нет но плечом пожимает не знаю понимаете вот что-то видимо либо она она что-то рассчитывала и получилось так что обо что-то она ну грубо говоря обломалась да или что что я не знаю но что-то там произошло понимаете но изначально возможно что она рассчитывала на эти отношения просто вот решать в линисе общались нам было интересно вместе ты еще немножко подлила масло в огонь когда нам было интересно вместе это это признак не ну в принципе это да это дружба дружба что это такое-то любовь без секса что-то с сексом не зашло я думаю что так из парижскую фотку выложила поэтому на фоне эйфелевой башни тебя спросили какие отношения с павлом дуровым ты написала все сложно один мы пошучили да так опять опять стыд понимаете вот что вот что-то видимо по поводу близости там какой-то стыд идет отношений даже намека на роман не было может быть был намек на роман но я же говорю он такой очень закрытый человек и такой сам в себе и я тоже такой же человек люблю тоже личное пространство не люблю когда-то меня тискают трогают но на тот момент вообще не была готова к отношению и он видимо тоже просто нам было интересно вместе ну то есть много всего сказала при этом много сомнения и много печали то есть в общем то она бы может быть и не прочь вот отношения но какие-то обстоятельства очень весомые очень серьезные встали между ней и павлом поэтому ну давайте теперь я все-таки на знаете мне было интересно заглянуть в это в эту историю глубже и давайте посмотрим вот вообще в принципе на ее космограмму и знаете вот я редко встречаю настолько чистенькие космограммы видимо в прошлой жизни у нее все она не знаю занималась чем-то очень хорошим и в этой жизни ей вот такая вот чистенькая красивая космограмм очка с одной только оппозиции это это оппозиция под вопросом потому что она на луну а мы не знаем времени рождения если луна отошла на несколько градусов она в течение дня может на несколько градусов в одну и в другую сторону уйти тогда вообще нет никаких красных аспектов а красные аспекты это то что отбирает нашу энергию то есть это человеку который вот просто пальцем в небо и в самолет вот можно сказать у нее на двух плечиках сидят ангелы-хранители и выполняют все ее желания к ней в жизнь приходят нужные люди все ей можно сказать открывают все что ей нужно понимаете вот если посмотрите на свои натальные карты вообще желательно чтобы вы знали время рождения у меня кстати есть мини обучение по астрологии вот если вы хотите вы можете сами себе сделать натальную карту и посмотреть тоже что что у вас будет я уверена что редко у кого вот такая вот чистенькая будет натальная карта здесь правда без домов но не важно важно что вот видите вот эти все зеленые аспекты и соединения планет это очень хорошие знаки это значит что все планетки работают на ваши благ ну вот на ее благо да и это очень хорошо человек не тратит свою энергию на то чтобы свои какие-то внутренние проблемы решать и так далее но давайте посмотрим что же ее связывало с павлом дуровым а здесь у нас смотрите в общем то ну неплохо неплохо вот для партнерских отношений очень даже хорошо она единственное что тригон от луны вот этот он под вопросом потому что луна она быстрее всего движется по небу и в течение дня она может вот этот аспект проскочить она проходит много градусов в течение дня поэтому здесь как бы вот это вот зеленая линия можно ее не считать а остается что у нас вот эти две зеленые две красные но так 50 на 50 до и вот соединение планет получается 50 на 50 да вот и отношения могли бы быть и что у них за отношения значит секстиль его марс и и лилит а и это говорит о том что в прошлой жизни павел ей в чем-то задолжал то есть смотрите вот судя по ее космограмме она действительно много чего хорошего сделала в прошлой жизни да возможно она много хорошего сделала и ему в том числе поэтому вот они в этой жизни встретились и он как бы должен был отдать ей долг поэтому они так подружились возможно он как-то способствовал ее ну я не знаю я не могу ничего предполагать но в любом случае их встреча ну кстати вот даже тот факт что он взял там вот это видео у себя там выложил в контакте до большую медийность ей придал и тем самым сделал ее более популярный это даже этот факт уже ну как бы он отработал свою лилит до на дальше секстиль сатурн уран вот этот еще секстиль я не буду здесь показывать да ну вот ее уран его сатурн вот вот это вот как раз соединение тоже значит с его стороны дисциплина с ее стороны оригинальность это все очень хорошо скажем вместе складывается хороший такой симбиоз но давайте посмотрим дальше а его нептун на ее венеру как раз стал вот это соединение двух планет говорит о том что получается то что она хочет он как бы ей принес можно сказать в виде какой-то божественной любви может ну это нептун это вообще такая очень интересная планета которая дает с одной стороны очень глубокий вот глубокую философию глубой помогает нам разбираться в своем внутреннем мире да и так далее с другой стороны это может быть как иллюзия уход от реальности то есть они друг другу можно сказать ну это позитивный такой аспект получается она очарована это очень глубокая такая знаете космическая близость вот между этими двумя людьми да кроме того это получается его нептун и ее нептун тоже в аспекте правда в квадрате с его солнышком то есть и он очарован понимаете и она очарована они оба очарованы своим бог вот богатым внутренним миром но только ему конечно это все больней было потому что это квадрат и потому что это было по его эго если он ее по желаниям как-то немножечко ну своим нептуном там увел в какие-то дебри она его получается по его эго чем-то за дело но здесь я не знаю в чем дело а значит может она могла ему подорвать самоуважение не знаю но мы по крайней мере не знаем никаких сплетен которые она могла бы скорее всего но опять-таки возможно как бы могло быть могло не быть да но что-то они она скорее всего о нем что-то знает да и тем самым ну это информация его отталкивает от нее вот так вот с одной стороны он на первом этапе очаровывается на а дальше он как бы старается держаться подальше потому что для его эго это будет больно а дальше квадрат юпитер юпитер а вот это вот я думаю что ну как бы важная вещь это разные взгляды понимаете вот разные взгляды на какие-то социальные вещи но социально это то что вот в жизни да не не личные а именно вот взгляды на жизнь да вот так вот грубо говоря поэтому да как бы ну вот вот так вот у них да и плюсы и минусы и я здесь вижу что действительно они друг друга очаровали что же было стимати вот вот мне интересно было понять а вот стимати посмотрите вот это и все что их связывало понимаете вот такого малого количества связи ну я не ожидала честно говоря ну не знаю если бы я знала время рождения может быть там как-то по асцендентам еще как-то можно было увидеть их связь ну вот вот такое маленькое количество планет разговаривающих друг с другом это конечно же очень очень мало это союз который был основан на логических каких-то скорее всего ну вот умозаключения да просто друг другу подошли физиологически там как-то еще по каким-то параметрам данки как я уже говорил она красиво он богатый ну почему бы и нет в общем-то секстиль его сатурн и и венера да это возможный брак вот это вот да а то есть вот как раз он свою дисциплину она своей хотелки удовлетворяют да мы как бы да это возможно вот как какая-то связь да у них брака не было но тем не менее все прекрасно знают что ребенок от него и как бы ну там все все полуофициально да даже хоть и неофициально все равно он выполняет какие-то обязательства это и есть вот отчасти это как брак да дальше на следующий момент соединение его луна и и солнце но это не факт опять таки вот вот эта точечка до соединяющая она не факт потому что луна как я уже говорю когда мы смотрим космограмму она не учитывается но тут просто по программе я не стала исправлять поэтому вот это соединение ну не будем его считать на дальше тригон его солнце ее узел да действительно он толкает ее на ее предназначение вот это вот и есть та возможность которую он ей принес в клювике на благодаря союзу с ним она с большим скажем с большими возможностями двинулась дальше и не важно как она сейчас будет говорить но в любом случае он ее натолкнул позитивно причем на и выполнение ее предназначение поэтому здесь как бы этот симбиоз виден и квадрат что она у нас квадрат его солнце и и плутон она его дразнит он заводится да вот для него для его эго да вот эта женщина привлекательно ему действительно нужно чтобы эта женщина была рядом потому что она создает ему нужный имидж его эго продвигает да но по итогу получается что все таки это бьет по его самолюбию и ну вот сейчас получается что ну как бы тот союз смотрится немножечко нелепо для его и когда он такой весь мачо-мачо она в общем-то не демонстрирует большой любви к этому человеку да и тем самым конечно же мы с вами как бы видим оборотную сторону до что что-то что-то там не так да поэтому конечно же я не верю в любовь вот в этом союзе да это если что-то и было то такая небольшая симпатия больше это был расчет с обеих сторон ну и опять таки то что они встретились да это обусловлено тем что ей нужен был такой мужчина да у нее все складывается так как надо благодаря тому что у нее прекрасная карма прекрасная космограмма и что все все нормально как бы теперь что еще я заглянула я посмотрела что у тимати с анастасией решетовой здесь побольше связи видите вот тут уже какие-то соединения вот белые луны у них рядышком да они сильные вместе в чем-то они вообще вот прям вот здесь вот союз уже более крепкий но тем не менее все равно вот знаете я так подумала и думаю что у богатых людей до таких как тимати у них конечно хорошо у них есть деньги все такое но а одно плохо им очень сложно по-настоящему встретить своего человека потому что да он увлекся до увлекается там красотками какими-то но эти красотки просто ну красавицы до создают какой-то отчасти играют потому что они видят что парень перспективный классный дает даст им возможность продвинуться и поэтому ну как бы у него мало шансов вот на настоящее отношение но хотя сейчас он в отношениях с другой девушкой и я к сожалению не нашла ее дату рождения может быть там побольше но по крайней мере вот у простых людей да когда я там на консультации смотрю я вижу что связей намного больше и это действительно создает интересные союзы так когда люди действительно встречаются для того чтобы что-то отработать что-то где-то получить удовольствие и вот там знаете вот вот этих связей очень и очень много чем больше этих связей тем больше понимаете тем больше вот этих ниточек связывающих людей то когда планеты одного человека и планеты другого они друг с другом вот какие-то находят какой-то симбиоз и это создает вот действительно то что ради чего люди сходятся а вот в этом случае ну да с анастасией еще куда не шло да а вот в первом случае вообще ну просто вот вот что они друг в друге нашли да ничего ничего шинки они друг друге не нашли поэтому знаете есть такое выражение богатые тоже плачут и вот в этом смысле конечно я не знаю как тимати не но с другой стороны это его карма господи значит вот так вот получается да поэтому я я к чему это все говорю если у вас нет больших денег то и может это и к лучшему зато у вас есть возможность по-настоящему любить и по-настоящему вот тот человек который с вами он не потому что у вас деньги а потому что он действительно вас любит да и потому что вас действительно свела судьба для того чтобы вам было интересно вместе вот к чему я это все говорю да и что еще здесь у нас а решетова тоже кстати хорошая у нее карма то тоже вот хотела вам показать но тут есть конечно квадратики но нет оппозиции например у меня на консультацию когда приходят вот у многих там много оппозиции да и это действительно вот каждую оппозицию надо разбирать надо разбираться что с этим делать надо вот вот каждой оппозиции это довольно сложный процесс у каждого из нас и каждый из нас приходит в этот в этот мир для того чтобы работать над собой чтобы становиться лучшим лучшим я да и вот когда вот такие вот красивые космограммы даются это значит что в прошлой жизни действительно вот девчонки наработали классную карму поэтому в этой жизни они красивые успешные богатые встречают нужных мужчин и в общем то ну что я по-человечески конечно очень рада за них но с другой стороны мне конечно очень грустно наблюдать за тем когда образовываются пары без любви вот это вот очень сложно да если вы кстати хотите разобраться в своей паре можете либо сами разобраться у меня есть мини курс под видео будет ссылочка на закачайте себе программу zz9 и там разберетесь у меня этот курс очень простой главное вот этот функционал освоить да вот я там очень просто все там буквально немного занятий вы за один вечер этого освоите и сможете разбираться либо приходите ко мне на консультацию я с удовольствием вам помогу разобраться во всем дам рекомендации как вот эти все оппозиции квадраты потому что вот эти все красные аспекты они к сожалению забирают нашу энергию и не дают нам наслаждаться жизнью а вот допустим у девчонок особенно у нашей сегодняшней героини у нее вот в этом смысле она вообще вот вообще ничего никаких проблем и даже то что она там рассказывает о своих проблемах ну как бы да я понимаю что у нее тоже есть какие-то заботы в жизни и все такое но это тот человек который обладает хорошим опытом души да и обладает способностью радоваться жизни и она тем самым когда у нее не уходит энергия на собственные какие-то проблемы да она притягивает нужных людей нужные ситуации нужные события да не и находятся и павлы дуровы и находятся и тимати и найдется еще кто-то обязательно если она поставит перед собой какую-то задачу поэтому разбирайтесь в себе и будет вам счастье вот на этой радужной ноте я хочу с вами попрощаться до новых встреч люблю вас всех очень сильно надеюсь теперь я уже займусь экраном и сделаю на следующее видео нормальное видео но сейчас что получилось то получилось надеюсь что вам понравилось оцените это видео не забывайте подписаться на канал если вы впервые у меня на канале напишите свое мнение по поводу того что я сказала может быть вы с чем-то не согласны может я где-то перегнула в очередной раз палку напишите свое мнение мне всегда интересно читать ваши комментарии а я с вами еще раз прощаюсь пока пока